Возможно ли такое, что два человека, незнакомых друг с другом, на разных концах одного материка в одно и то же время начинают делать похожие синтезаторы, которые в наше время будут считаться одними из самых интересных и прогрессивных областей производства музыкального оборудования? История электронной музыки началась примерно 60 лет назад и с тех пор изменила всю индустрию. Не существует современного жанра, который не использует те или иные элементы электроники. С тех пор, как мы научились записывать ее на какие-то виды носителей и воспроизводить, с этого и началась электронная музыка. Дальше все, что мы слышим, это просто электричество. Это способ получить какие-то эффекты и как-то смодерировать звук. Это шум, но организованный шум. Многообразие электронных инструментов, которыми сейчас кишит рынок, это заслуга развития модульных синтезаторов в 60-е и 70-е годы. Модульный синтезатор объект, безусловно, гиковский. Один только вид этих ящиков с проводами, бесконечных расъемов, крутилок, мигающих лампочек, в лучшем случае вызывает ассоциации со сложной панелью управления космическим кораблем. В худшем — вгоняет в тупор, причем зачастую даже опытных пользователей музыкальной аппаратуры. Тем не менее, первое, что с удивлением осознает человек, начинающий собирать модуляр, работать с таким устройством вовсе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Скорее весело. Модули тем и хороши, что все перед глазами. А если человек и совершит ошибку, неправильно закоммутировав кабели, у него ничего не сгорит. Более того, это хороший способ познакомиться поближе с физикой звука, так как наглядная коммутация позволяет человеку видеть, как идет сигнал, и лучше понимать его природу. Если у вас есть желание создавать музыку, и вы попробуете сделать это с помощью модулей, то в какой-то момент вы можете обнаружить, что это дело затянуло вас настолько, что года через два у вас на столе будет стоять огромный шкаф с проводами. Сейчас это будет максимум шкаф, а раньше один только модуль был размером с комнату. Первые серийные модульные синтезаторы были разработаны параллельно Дональдом Буклой и Робертом Мугом в 1963 и 1964 годах. В начале 60-х Букл Муг начал спаяние термин Вокса. Это синтезатор льва термена, который управлялся как будто бы с воздуха, то есть не нужно было даже прикасаться к клавишам. Такое представить в то время было просто невозможно. Муг взял эти термин Вокса и начал делать эксперименты. Первые синты были огромными, высотой с полстены, они были некачественными и постоянно ломались. Плюс еще были перебои с электричеством в то время, и это тоже усложняло весь процесс. Но Мугу очень повезло, так как он встретился с Венди Карлос, которая писала саундтреки к «Сиянию» и «Заводному апельсину». Она интерпретировала пьесы Баха на синте Муга. Это стоило ей огромных усилий, из-за размера синтов, плавающих осцилляторов и других проблем. Поэтому в аннотации к своей работе она указала в соавторах своего помощника. Благодаря ей люди услышали, как тонально может звучать музыка, ведь до этого она звучала странно и обрывчато. Это произвело на общество эффект разорвавшейся бомбы, и производство Мугов возросло, несмотря на то, что один только синтезатор стоил как гадиллак или дом. На другом конце побережья США, Сан-Франциско, в то же время, что и Муг, Дональдом Буклы изобретал синтезаторы, которые назвать тональными нельзя. Он тусовался в компании с Тимителири и Кеном Кизи. Они вместе катались на машинах по пустыне, и их времяпрепровождение сопровождалось различными веществами. В какой-то момент к Букле пришел композитор Мортен Субботник, которому нужен был инструмент для изменения тембра. Тональность была не важна. Букла согласился и на коленке спаял для него свой первый синт, который назывался «Букла системы стоп». Музыка Субботника произвела на людей, которые любят альтернативу, такой же эффект, как на другом конце побережья музыка Венди Карлос, то есть на двух концах США. В одно и то же время два незнакомых человека сделали похожие прорывы. Интересно, что они сначала страшно не вздубили друг друга, потому что имели противоположные взгляды на жизнь и музыку. В итоге они сдружились, вероятно, поняв, что оба занимаются общим плохим делом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok